да друзья вот мы определили причины и следствия откуда появляются проблемы из-за каких ошибок сейчас дам такой немного созерцательный раскрою созерцательную часть духовной жизни для чего вообще это нужно вот эта борьба со страстями и вот этот вот переход через пустыню и вот этот путь этот этап духовной жизни борьбы с страстями они называют деятельным и называют это шествием через пустыню прообраз моисея то есть ветком завете вот историческое явление шествия моисея сынами израилевыми 40 лет через пустыню она имеет также и символический смысл она показывает путь христианина на духовной жизни путь к богу этот путь идет через пустыню страстей большей частью этой жизни мы будем бороться мы будем в борьбе находиться благодать иногда приходит и утешает ненадолго потом опять обязательно уходит мы чувствуем восстание страстей чувствуем эту борьбу но повторяю одно осознание того что мы двигаемся правильно мы угождаем богу тем самым борясь со страстями будет давать внутреннюю внутреннюю наполненность и осознанность и вообще смысл всему существованию вашему потому что вы ясно должны представлять начало середину и конец духовной жизни повторяя в начало это обращение к богу в покаянии середина это деятельная жизнь борьбы со страстями а конец это бесстрастия это наконец очищение страстей соединение с богом спасение заключается именно в единении с богом как это происходит сейчас говорить не время потому что это великое таинство обожжения и об этом может быть слегка коснемся потом в другое время просто вы знаете что соединение с богом в молитве дается только чистому сердцу уже стабильное постоянное не временное случая к случаю а именно такое вот уже нерушимое это это святость и она дается вот в течение жизни очень редким избранником божиим то есть полное бесстрастие благодать бесстрастия обожжения дается крайне редко обычно человек чувствует усмирение страсти к концу жизни а иногда даже на смертном одре или даже сразу после смерти на мутарствах происходит очищение но она обязательно происходит почему это почему так так получается сейчас объясню в чем причина а дело в общем страсти человек сам победить не может себе никак вот это вот наследие грехопадение наших прав отцов она нас держит в рабстве человек рождается семенем греха крещение дает человеку свободу бороться с грехом но освобождение от греха дается только по благодати сам человек никак не может от страсте освободиться это говорит благодать и делает она это исключительно за смирение не за не за великий труд наш не за какие-то наши делания не за какие-то наши за а исключительно по любви вот это вот осознаете очень глубоко благодать дается даром исключительно но мы должны показать свое произволение свою веру и свою веру и трудами мы просто показываем веру почему благодать не очищает сразу не убирает страсти потому что гордость настолько в нас глубока что если нас сразу освободить от страстей вот буквально там при первом обращении мы просто забудем что мы люди впадем в еще большую гордыню чем наши проросы и станем демонами макарий великий об этом очень подробно описывает кто хочет может ознакомиться с источником я ничего не говорю от себя говорю все по учению святых отцов и как меня научили старцам так вот благодать ждет этого смирения и вот этот труд борьбы со страстями он нужен только для того чтобы мы пришли в глубокое самопознание глубокое сознание своего падения своей немощи своей гордости и когда это произойдет глубокое сознание то есть истинное смирение придет повторяю это как правило приходит ближе к концу жизни тогда уже благодать виден что мы хорошенько потрудились и смирились через этот труд приходит и могущественно усмиряет страсти удаляет их дает благодать без страсти мы соединяемся с богом уже в безопасном отпадения в гордость состоянии именно для этого нужен труд борьбы со страстями осознайте это и не смущайтесь когда видите что за дня в день вы впадаете в те же самые грехи согрешения и какие-то какие-то немощи это все естественный путь духовного развития друзья прошу вас не унывайте очень прошу вашу любовь не унывайте не не недоумевайте а наоборот радуйтесь и благодарите богу что он показывает эту немощь и за дня в день продолжайте методично делать одно и то же труд борьбы со страстями из любви к богу осознанно с полным пониманием того что вы делаете для чего и вот он весь путь духовного спасения от начала до конца начало обращения к богу в покаянии середина это деятельная осознанная повторяю осознанная борьба со страстями и конец это смирение с которым приходит божья благодать очищает сердце полностью от страстей могущественно освобождает от страстей и в чистом сердце зарождается стоящая духовная любовь а созерцание бога а соединение с богом в душе человека рождается любовь совсем уже не такая которую вы может быть чувствуете к своим близким родственникам или даже чужим людям иногда это действие самого бога в сердце его существа бог есть любовь это уже конец и спасение и даже если мы останемся до конца своих дней до последнего издыхания на этом пути борьбы со страстями друзья мы уже спасены мы уже угодны богу мы на правильном пути спасения поймите не важно сколько вы пройдете по этому пути к богу важно чтобы движетесь в правильном направлении тот отрезок пути который вы не успеете пройти сами земной жизни то есть не очистившись полностью страстей сделай за вас бог он сделает тот шаг последний которого не достает понимаете поэтому серафим саровский все время говорил нет нам дороги унывать когда он видел ясно весь этот путь спасения от начала до конца и уже сам прошел его и уже вкусил этих плодов бесстрастия он радовался целовал всех в уста представьте себе в уста и мужчин и женщин был настолько бесстрастен и всем говорил христос воскресе круглый год каждый день говорил радуйся радуйся радость моя поэтому друзья прошу вас не унывайте не ничего не бойтесь дело спасения совершено господом от нас требуется только вера и произволение грехи нашей страсти не могут нас погубить они не могут нам помешать спастись они могут нам только помочь смириться и приблизить нас к богу вы понимаете насколько великая мудрость божия как господь премудро восстановил человека как он его спас и как премудро он все делает так чтобы человек был в полной безопасности от всего от любых страстей нападений какие угодно небо землей столкнется но верующему человеку ничего навредить не может понимаете поэтому апостол павел говорил верующему все на благо кто дослушал эту публикацию до конца ему хватило терпения тот уже сделал очень большие шаги на пути спасения даже если ему кажется что он нисколько не преуспел духовно это человек уже зрелый и я желаю всем оставаться на этом пути делания и мы будем общаться будем друг друга поддерживать в духе любви смирения в молитве будем напоминать друг другу это все то что я сейчас сказал я еще много-много раз буду повторять потому что мы так устроены что вот эта страсть забвения об которой ситуации пишут самая опасная страсть забвения потому что она именно погружает нас в мрак невезда и мы не знаем куда двигаться эта страсть забвения вынуждает нас повторять часто одно и то же и самим себе и другим так и будем помогая друг другу двигаться на пути спасения друзья люблю вас обнимаю хочу сказать что мне не удалось попасть на почту прошу прощения сертификаты так и не выслал но у меня все эти нодики все записаны сертификаты выписаны как только доберусь до почта очевидно в понедельник до субботы мы будем работать надо все закончить уже потому что обещают дожди вот как только выберусь на почту в понедельник всем все отправлю обнимаю вас родные моим с богом простите за ошибки если какие-то допускаю за погрешности все прошу прощения люблю вас